ребятушки всем привет всем доброе доброе утро всех вас целую люблю до луны и обратно чем ребятки смотрите на кубань пришла зима у нас снег выпал снег ну вот смотрите сколько но сантиметров 10 наверное этику позвонила сейчас он говорит у нас тоже снег выпал вот как он за мной приедет как там дороги чищены и сейчас не чищены но хотя завтра показывает уже будет плюс 5 и непонятно это зима или не зима ну здорово просто здорово во дворе тоже так красиво сейчас пойду денусь а дорожку почищу дорожку калитки за калиткой он там собаки набегали около 2 раз следов по наносили классно здорово он там тоже кто-то вышел чистить снег дорожку от прочистила мама розы по обрезала у него там вот около дома прям большие большие такие кусты были все срезала говорит под корень чтобы обновились классные дышится как-то так интересно мороза сильного нет а снег пушистенький так здесь тоже дорожку сделала такое все равно машины ничего такого заезжать не будет хорошо что я вчера поехала девчата на рынок съездила вот это куст это вот можжевельнику так разросся на рынок вчера съездила потому что у нас здесь до остановки далековато идти вызываешь такси какой сейчас таксист приехал бы по такому снегу никто и не приехал бы еще раз пройдусь тут собаки вытоптали все мама тут приблудилась одна собачка она ее прям стала охранять гавкает если кто-то заходит в общем она ее один раз подкормила и все она теперь думает что она теперь здесь хозяйка представляете и спит вот здесь вот на кресле здесь у него под навесиком кресло и она у тебя ложится вот видите ложится под это кресло и спит здесь в общем дом себе нашла пристанище помните здесь летом девчата сидели отдыхали ну пыль конечно пыль осела но ничего потом потеплеет все это можно помыть все эти мамины коллекции горшочков маршочков очень-то мне и заходить не хочется я бы сейчас дети если были бы в снежки поиграли бы ой здорово как гляньте у меня сапоги какие мамины сапоги достала теплый теплый как раз вот для снега ребятушки всем привет привет всех вас целую люблю да у меня вообще ребятки я уже дома дома вы приехали сегодня ночью эдик меня забрал вот на дорогах конечно гололед ну слава богу мы доехали хорошо отлично вот обещала что сниму видео с мамой девочки ну не получилось я не получилось по той причине вы же сами знаете я везла не пиявок я тут зал приготовлю везла маме пиявок и помогала вчера и ставить их в труднодоступных местах вот мы поставили поставили мы вчера 9 пиявок в общем она сам себе врач сама себе назначает сидит на вот этих каналах где все это про пиявок рассказывают ну и помогает мне пусть у них хорошо они разжижают кровь вот и 9 пиявок каждая пиявка высасывает крови 15-20 миллиграмм ну конечно же большой потери крови как бы для человека тем более для человека который перенес инсульт куча там всяких заболеваний и диабет и все такое вот и она говорит что то я слабо говорит себя чувствую поэтому я не расположена честно сниматься сниматься она тоже не может вот так вот бухты-барахты как я всегда надо всех порядок привести то есть на тебя все таки любят смотреть и она говорит что то я давай потом в следующий раз но я конечно настаивать не стало а эти вчера поехал отвозить детей в город потому что снег у нас такой же снег выпал как у кропоткиня и думал будет маршрутки ходить не будут ходить в общем повез а потом звонит и говорит ну вроде трассы нормальные добавить чё выезжать за тобой а вообще должен был сегодня утром за мной приехать ну и в общем приехал забрал меня и мы где-то в час ночи вернулись домой вернулись трасса конечно чистые все и трассы расчищены а уже вот ближе где не очень почищено ну был такой конечно гололед но слава богу мы доехали нормально все все как бы хорошо и держи еще резину зимнюю поменял вот ну и в общем все я дома готовлю видику завтрак ему и жарю яичницу с колбасой себе варю просто два яйца потому что колбасу чё-то я вот не то что последнее время ну как после операции вот я ж начала туда менять свое питание и вот не могу колбасу есть и все хотя раньше я ее любила до безумия любую вареная копченая но это ему рады что я отошла от колбасы по большому счету чудом в этой колбасе ничего такого полезного и нету вот и пожарить себе даже вот запах колбасы чё-то как-то у меня вызывает какие-то такие вот ну и в общем не хочу я отошла от колбасы и слава богу вот а этих у нас же не надеять и эти колбасу любит мы покупаем редко колбасу но покупаем потому что или колдак тоже жарю чё-нибудь там яйца на завтрак и он просто яйца не понимает он думает что в яичнице должна быть должно быть какое-то мясо какая-то колбаса должна быть так что такие вот ребятки дела камилу проводили в школу включаемся обратно в рабочий режим хотя уже и как бы новый год скоро ну еще скоро не скоро еще можно сказать пол месяца до нового года поэтому но вчера ехали все это настроение было такое знаете мы проезжали отрадную станица отрадная в кропотки не тоже много уже кто дома разукрасил а вот станица отрадная мне прям как-то запомнилась дом через дом все украшено люди повесили какие-то фонарики ну так это все красиво было мне вообще вот эти вот все фонарики но вызывают всегда вот такой завораживатель то есть мой взгляд завораживается на этом какой-то восторг вызывает красота просто неописуемая и дворы украсили и дома украсили если какие-то там деревца около двора там елочки это все было настолько разукрашено у нас столько фонариков нету у нас есть там фонарики вот хотим повесить на ступеньке мы не знаю сегодня получится не получится так хотелось бы тоже вот это чего-нибудь такого яркого во дворе елку учу не наряжали я не знаю может быть дети на выходные приедут вот с детьми нарядим она у нас на чердаке лежит снимем с чердака ну и двор как-то тоже хочется подукрасить ну посмотрим конечно как люди украшают дворы столько у меня украшений нету но это же тоже не в один год все приобретается сразу как говорится все не купишь потихоньку постепенно в этом году что-то купил в следующем году что-то докупил ну и в общем как-то так так девочки помните я отправляла посылку ребятам ребятам отправляла посылку отправляла вот теплые балаклавы отправляла носки теплые вот и у меня женщина тоже моя подписчица она меня смотрит ну и общем девочки тоже по моему примеру тоже заказала говорит купите мне 20 балаклав я мы говорит тоже собираем ребятам посылку хотим говорит отправить и в общем в общем видите сколько людей сколько людей неравнодушных к этому ну конечно же балаклавы это тимур купил тимур потому что в эту субботу сами знаете у мамы была ну и в общем буду посылку и сегодня собирать конечно же на таких вещах как когда человек делает такого я никогда девочки не навариваюсь никогда не добавляю рубль потому что надо на этом ты не наваришься на этом ты не разбогатеешь вот почем они там были конечно же по этой цене я и отправляю потом до сих пор мне пишут вот вы посылку отправили давайте я вам скину деньги я хочу чтобы вы тоже купили от меня нет девчата я деньги не собираю ничего не собираю то есть то что я тогда сделала это сделала от себя от нашей семьи вот поэтому никаких сборов я не виду это может сделать каждый любой из нас пойти сейчас в каждом городе столько этих пунктов приемов кто может собрать там посылку либо много всяких организаций много всяких каналов которые люди специально этим занимаются нет это я показала что мы сделали конкретно от своей семьи то есть не от того что я в сборами не собираюсь но одна женщина мне перевела три тысячи три тысячи вот конечно я уже она уже перевела по факту мне написала юля вот я вам скинула купите от меня что-нибудь но вот в эту субботу поеду конечно же на эти деньги свое тоже что-то добавлю куплю и девчата отправлю а так нет сбором я не занимаюсь потому что сегодня ватсап открыла у мамы интернет плохо ловил и прям несколько человек написала и вот я хочу чтобы вы этот поэтому нет девчатам это может ну в смысле я же не волонтер какой-то нет я просто вот мы просто от себя и также каждая семья может от себя что-то собрать что-то сделать либо кому-то послать деньги какие-то специальные организации кто этим занимается а я девчата нет но когда пишут что купите мне носки мне надо отправить мы собираем там посылку на и своего конечно же я никогда девчата никогда я не всегда нужно не отказываю и никогда и не накручиваю на этом не рубля вот потому что ну грех как бы да на на горе на беде чего-то там имейте как-то как-то накручивать девчата белье в доме буду сушить редко сушу белье в доме но прям в каких-то экстренных случаях но сейчас думаю повешу когда она там высохнет потому что тут вот начал снег таять погода сырая а так в основном на улице ну а тут думаю стирку не хочу этот уезжала все перестирала всего котельная у меня прям пустая была и ну и чтоб не накапливать по чуть-чуть по чуть-чуть что-то собрала тоже постирала вот потом тяжело когда накопишь горы и начинаешь это все перестирывать пару дней вот и ребятки приехала конечно же я взвесилась стала на весы этот у меня же прям паранойя меня на каждое утро взвесится ну и мой вес девчата 82 килограмма 82 килограмма и до нового года беру паузу беру паузу сажусь опять на диету на свое то я сяду то опять попущу то этот и вот был момент что я попустила вот был и 81 даже у меня килограмм и этот и до нового года держу паузу сижу на диете чтоб на новый год все нож готовить будем это вот говори мой всего по чуть-чуть всего по чуть-чуть но я всего по чуть-чуть и вечно же как на готовишь блин и этот потом чтоб на новый год насладиться всеми этими салатами малатами поэтому оставляю место за эти две недели как раз соскучилась по всему этому чтобы вес потом лишний не набрать на новогодние праздники ну все вот столько у меня я одну спирку сделала больше вроде бы ничего нету ничего грязного нету а там уезжала на веревку повесила вещи конечно же они там замерзли сейчас потрогала они сырые думаете вывешу тоже будут там висеть сыреть все